Добрый вечер, уважаемые жители Самарской области! Сегодня о мерах по улучшению работы службы скорой медицинской помощи. Об этом накануне в прямом эфире в социальных сетях рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Сисакович Бенян. Итак, на Самарской скорой медицинской помощи уже увеличено количество круглосуточных бригад 45 до 55. Но эта работа будет продолжена. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова будут сформированы еще 10 бригад скорой помощи. Для решения вопросов по своевременному оказанию помощи пациентам с простудными заболеваниями и пневмониями, находящимися на лечении на дому, в регионе создается единый координационный центр амбулаторного обслуживания пациентов. Благодаря работе центра горячая линия по коронавирусу будет расширена и жители региона смогут обращаться на нее, чтобы вызвать бригаду неотложной помощи из поликлиники. Кроме того, будут созданы 100 мобильных бригад из сотрудников неотложной медицинской помощи поликлинического звена, чтобы оказывать необходимую помощь на дому пациентам с коронавирусной инфекцией, с простудными заболеваниями, с пневмониями. Особое внимание уделяется коечному фонду. Напомню, что в регионе весной было подготовлено 4000 коек, из них 1500 оснащенных кислородом. Их было достаточно, но начались сезонные заболевания, увеличилось количество внемоничных пневмоний, в том числе подозрительных на коронавирусную инфекцию, и это потребовало принятия новых мер, которые позволят более эффективно помогать заболевшим. Итак, по состоянию на 1 октября было увеличено количество коек на 298. Также с сегодняшнего дня готово к работе переперфилированное отделение на 200 коек в Тольяттинской городской клинической больнице номер 1. На этой неделе начнут принимать пациентов с COVID-19 в Безенчугской центральной районной больнице и Новокуйбышевской центральной городской больнице. Таким образом, уже 4166 коек подготовлены для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и с подозрением на это заболевание. Напомню, в случае появления признаков простуды необходимо оставаться дома, вызвать врача на дом из поликлиники, и врач определить тактику лечения и при наличии показаний для госпитализации поможет организовать ее в соответствии с определенной маршрутизацией. Каждый житель региона, повторюсь, каждый должен ответственно соблюдать меры личной и противоэпидемической безопасности, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. Не надо забывать, уже практически две недели мы видим, как количество выявленных коронавирусов, пациентов с коронавирусной инфекцией у нас не снижается. Это тревожный факт. Тревожный настолько, что заставляет нас думать о том, что инфекция, к сожалению, никуда не уходит. И она среди нас. И мы с вами, вы, лично вы, в состоянии и себя уберечь, и своих близких. Я говорю вам об этом каждый раз. Каждый раз обращаюсь к вашему вниманию, к вашей бдительности. Но вы ощущения меня не слышите. В прошлый раз я еду в Самаре на машине, вижу газель, едущие люди на работу. Полная газель. Реально полная штак, что люди не только сидят, но и стоят. Один человек в маске. Один на всю машину. Где бдительность? Где предположение о том, что любой рядом находящийся людей может быть заразен? Он, может быть, не болеет тяжело, поэтому он едет вместе с вами в машине. Но если вы заразитесь, заболеете, совершенно не значит, что вы тоже легко перенесете эту болезнь. Совершенно не значит, что ваши легкие легко и ваш организм справятся с этим. Нет. Гарантий этих нет. Поэтому я еще раз призываю вас, вас и ради благополучия ваших близких, родных, старшего поколения соблюдайте маски, дистанция, минимум контактов. И не забудьте сделать прививку от гриппа. За первый месяц осенью, в течение которого проходила первая масштабная кампания по вакцинации жителей Самарской области от гриппа, привито 545 тысяч человек. На следующей неделе ожидается поступление новой партии вакцины против гриппа. И после поступления новой партии учреждения будут приглашать жителей на вакцинацию. Обязательно обратитесь в поликлинику для прохождения вакцинации. Именно прививка позволяет подготовить человека к встрече с инфекцией и избежать тяжелых, а порой смертельных осложнений от заболеваний. Я от гриппа привился две недели назад. Призываю вас слушать советы специалистов и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Желаю вам всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.